Всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал Английский для всех! Меня зовут Сергей, и сегодня я продолжу читать нашу Христос историю. Окей, ребята, начнем! Chapter 5. The road to London. Chapter. Глава 5. Глава 5. The road to London. Road. Дорога. To London. Куда? To. Туда. Мы уже знаем, что to ставится в том случае, когда мы указываем направление. To. To. Да. Вот таким образом я всем своим ученикам объясняю вот эту частицу. Когда to-да, значит ставим to. To-да может быть как в направлении какого-то города, какой-то речки, моря, океана. Также и в адрес человека. Потому что в адрес, когда мы даже говорим в адрес кого-то, это тоже в направлении нашего собеседника. Итак, друзья, the road to London. Дорога в London. They drove the rest of the journey in silence. Three hours later, when they stopped to get petrol, they were still nervous. I need to get some air, Vanessa said, getting out of the car. Are you coming to, Shauna? Translate. They drove. Они ехали. Дорога в данном случае управляли машиной. Ну, они ехали на машине и кое-кто ей управлял. То есть, кто-то был водителем, кто-то был за рулем. Поэтому, когда мы едем в машине, используется глагол drive. То есть, drive – вторая его форма – drove. They drove the rest of the journey. Rest – остаток. Rest of my life – остаток моей жизни. Rest of the journey – остаток поездки. In the silence – в тишине. То есть, мы можем сказать так. They drove – они ехали the rest of the journey – остаток поездки – молча. Либо, дословно, in silence – в тишине. Three hours later, when they stopped to get petrol, they were still nervous. Three hours later – тремя часами позже, спустя три часа, можно так сказать. Three hours – hour – это час. Hours – мы видим в конце s – это множественное число. Соответственно, больше, чем один. Three – three hours later – три часа, спустя три часа. Later – это позже, спустя. Three hours later – три часа спустя. When they stopped, when – когда they – они stopped, остановились. Мы видим окончание – иди, значит глагол используется в прошедшем времени. Что они сделали? Не делают, а сделали. Остановились – прошедшее время. Глагол stop не имеет форм, просто окончание – иди, и это будет его прошедшее время. Stopped – when they stopped. Когда они остановились. To get petrol. Get petrol – это бензин. Есть еще такой вариант, как gas. Очень часто в Америке, в Соединенных Штатах используют это слово – gas. А вот британцы чаще говорят petrol. Патрол. Патрол. Итак, когда они остановились. To get petrol – взять, да? Бензина – заправиться, скажем так, заправиться. To get petrol. They were – они были still nervous. Still – означает, что оставались, были все еще. Nervous – как бы возбужденные, они нервничали. They were still nervous. I need to get some air. I need. Я нуждаюсь. Вот прямо аж так похоже, да? Need – нуждаюсь. Need – нуждаюсь. Мне нужно. I need. I need to get some air. Мне нужен, мне нужно получить, дословно, to get – получить some air – воздуха. Кое-какого, ну, то есть, часть какого-то воздуха, да? То есть, она же… Почему some? Ну, имеется в виду, что она не может использовать весь воздух, который находится в нашей атмосфере. То есть, ей нужен какой-то глоток, два глотка воздуха, да? Вздохнуть полной грудью. Поэтому используется вот это some. I need to get some air. Мне нужен воздух. Vanessa said. Сказала Vanessa. Глагол say – said. Ну, я думаю, не буду слишком часто останавливаться на этом глаголе, потому что уж очень часто он нам встречается в повествовательных текстах. Как только кто-то заканчивает свою прямую речь, автор пишет – said, 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 said. То есть, сказал, сказала, сказал, сказала и так далее. Ванесса said. Ванесса сказала, getting out of the car. И видим здесь инговое окончание глагола get. То есть, мы понимаем, что действие прямо тогда происходило, протекало в ту секунду, в тот же самый момент, в то мгновение. И что же происходило? getting out – выбираясь, то есть, выбираясь, выходя of the car, из автомобиля, из машины. Итак, getting out of the car – выбираясь из машины. Are you coming to, Shona? Вопрос. Видим вопросительный знак. И когда у нас вопрос, мы глагол to be в его необходимой форме, так как здесь у нас местоимение you, соответственно используется are. Are you? И уже сразу же вопрос. Как только are впереди, мы понимаем это вопрос. Are you coming to, Shona? Are you coming? Ты идешь? Тоже. Shona. Shona shook her head. Vanessa didn't want to go anywhere by herself. She turned to Haminda. What about you? She asked. Translate. Shona shook her head. Shona покачала. То есть, она дала какое-то согласие. Shook. Покачала. Her – ее head. Головой. Ванесса didn't want to go anywhere. Ванесса. И видим здесь did. О чем нам говорит did? Мы будем что-то отрицать в прошедшем времени. Did not. Вот здесь у нас сокращение. Didn't. Did not. То есть, did нам говорит о прошедшем времени. Только в прошлом мы используем did. В настоящем – do. То есть, do you speak English? Говоришь ли ты по-английски? А вот did – это у нас будет прошедшее время. Didn't want to go anywhere. Глагол want – хотеть. А она что делала? Did not. Not. Want. Не хотела. И did указывает как раз на прошедшее время. Не хотела. To go – идти anywhere. Куда-либо. By herself. Сама. She turned to Haminda. Она turned. Глагол turn – это поворачиваться, либо разворачиваться. Там turn. Turn right – поворачиваться направо. Turn left – поворачиваться налево. Turn around – разворачиваться. Например, вы можете сказать человеку. After this traffic light, you should turn right. После этого светофора вы должны повернуть направо. А вот turned – это прошедшая форма, окончание – идти. Turned to Haminda. She turned – она повернулась. To Haminda. Опять же, почему to? Друзья, вы уже знаете. Потому что в направлении человека мы даже поворачиваемся. Действительно, мы поворачиваемся в его адрес, и наши глаза соприкасаются взглядами. Итак, she turned – она повернулась. To Haminda. To Haminda. What about you? She asked. Ну, они скажут так. What about you? What about you? Они вот так вот говорят. What about? What about you? What about you? She asked. Она спросила. I want to leave as soon as I've filled the car up with petrol, said Haminda. Vanessa felt stupid for being so nervous, but she couldn't stop herself. Translate. I want to leave. Я хочу уехать. Глагол leave – уезжать либо покидать. I want to leave. И здесь она говорит I want, то есть глагол в его обычной форме. Я хочу to leave – покинуть. Итак, друзья мои, я когда-то рассказывал на одних из уроков о том, что to мы тоже используем, когда у нас два глагола стоят рядом. То есть в русском языке и в украинском языке, в других языках, возможно, мы глаголы, похожие по грамматике слова, разделяем запятой. А вот в английском языке этого нет. В английском языке каждый глагол друг от друга будет отделяться to – частицей. To. И вот I want, я хочу to leave – уехать, оставить это место. As soon as. И вот уже эта конструкция – as, as. В одной из книг она очень часто нам попадалась. Итак, as soon as. Кстати, книга называлась The Glass Box. Да, друзья, очень интересная книга для людей, которые, ну, прям на самом старте изучения английского языка. И вот как раз вы можете в мой плейлист «Аудиокниг» зайти и найти эту книгу. И да, хочу подчеркнуть, мои книги на моем канале распределены по плейлистам. Я понимаю, что новым зрителям YouTube выкидывает в виде рулетки любое видео, там, урок 7, урок 3. Но чтобы найти первый урок, вы заходите на мой канал, естественно, подписываетесь. И после того, когда вы подпишетесь, вы зайдете в закладку «Плейлисты». И в закладке «Плейлисты» увидите конкретно каждый плейлист под каждую книгу. И уже заходя туда, вы можете начать изучать книгу с самого начала, с самого первого урока. Я абсолютно все книги на своем канале прочитываю полностью. Итак, друзья, и вот эта конструкция as, as, мы уже знаем из одной из книг, но кто не знает, означает «так быстро, как». I want to leave, я хочу ехать так быстро, as soon, да, быстро, вскоре. Как, например, это возможно, да, но она продолжает. I've filled, I have, I've, I have filled, I've filled, я наполню the car up. То есть в данном случае это переводится как «заправлю машину», car, машина, up – это означает «что-то вверх», да. «Заправить машину» как раз и будет «to fill the car up», заправить машину. И вот так как здесь она говорит «я хочу отсюда убраться так быстро, как только заправлю свою машину». With petrol, вот бензином, да, с бензином. Said Haminda, сказала Haminda, глагол say, вторая его форма said. Vanessa felt stupid for being so nervous, but she couldn't stop herself. Vanessa felt stupid, Vanessa чувствовала. Stupid – это как бы глупо, тупо, глупо, то есть она как-то себя глупо чувствовала в том, что for being so nervous, being. Мы видим глагол с инговым окончанием, глагол be – быть, being – за то, что она была so nervous, такой нервной. Vanessa felt stupid for being so nervous, but – но – she couldn't stop herself. Couldn't – could not. Здесь сокращение couldn't – не могла. Глагол can – его форма could. Couldn't – это прошедшая форма, то есть она не могла в тот момент. А в тот момент – это значит уже в прошлом. Пускай в недалеком, пускай секунду назад, но это уже наше прошлое. But she couldn't stop herself. Она не могла остановиться. Остановить себя – здесь дословно, да, но мы скажем остановиться. Stop herself. In the toilet she looked at herself in the mirror and laughed. She looked terrible. Without makeup she looked older than 35. But she was alive. Translate. In the toilet – в туалете. Да, друзья мои, очень часто вы можете использовать это слово, когда, например, хотите найти туалет в кафе, в ресторане, в аэропорту, вы можете задать вопрос Where is the toilet? Где туалет? Лучше всего использовать такое слово, как restroom. Toilet – это, честно говоря, прям вообще вот это наше место, куда мы присаживаемся. А вот сама комната – это может быть bathroom, если там есть bath – ванная. А если ванны нет, например, это ресторан, кафе, то это будет restroom. In the toilet. В туалете. В туалете. She looked. Она посмотрела. Looked. Посмотрела, взглянула. Видимо, кончание D. Опять же, все в прошедшем времени. Она посмотрела. At herself. На себя. In the mirror. В зеркало. In the mirror. Зеркало. Почему здесь D? Потому что у нас конкретика. Мы уже знаем, когда мы соприкасаемся с предметом, мы можем его лицезреть прямо перед нами. Это конкретный предмет. Мы говорим D. Когда идет о чем-то речь абстрактном, какое-то зеркало, непонятно, то есть какие-то зеркала. Мне нужно купить зеркало. Какое зеркало? Еще пока я не определился. Круглое, квадратное, в виде сердечка. Тогда я буду говорить a mirror. То есть какое-то абстрактное зеркало. Но вот она стоит, прям смотрит в туалете в зеркало, в свое отражение. И поэтому здесь the mirror. Итак. At herself. На себя. In the mirror. В зеркало. And laughed. И засмеялась. She looked terrible. Она выглядела terrible. Ужасно. Without makeup. Без макияжа. She looked. Она выглядела older. Older. В конце R. Видите? Older. Это старше. Older. Старше than. Чем 35. 35. Ну, речь идет старше, чем 35 лет. 35. But she was alive. Но. She was. Она была. Alive. Жива. When Ben left her for her best friend, she was only 25 with the lead role in a musical that was going to take her all over the world. But she gave it all up. Because she loved him and she didn't want to be away from him. Translate. When. Когда. Друзья мои, я вас всегда прошу, выписывайте себе вопросительные слова. Их там достаточно немного, чуть-чуть больше десятка. Возьмите себе колоночку и выпишите. Они очень часто используются. Когда. Как. Сколько. Почему. Где. Зачем. То есть, все эти вопросительные слова вы должны знать. И в тексте вы должны их уже со временем узнавать. И, конечно же, в речи использовать, когда у вас будет такая острая необходимость. When. Ben. Когда. Ben. Имя. Left. Покинул. Her. Ее. Left. Это покидать, либо оставлять. Left. Her. Покинул ее. For. Her. Best. Friend. Из-за ее лучшей подруги. В английском языке friend это как друг, мужской род, так и подруга, женский род. Если мы хотим сказать девушка, тогда это уже будет girlfriend. Если мы хотим сказать парень, с которым встречаются, тогда это будет boyfriend. А friend это просто друг. She was only 25. She was. Ей было. Only. Только. 25. 25. With. С. The lead role. Главная ролью. In a musical. В мюзикле. That was. Который. Was. Going. Собирался. To take her. Взять ее. All over the world. По всему миру. Ну то есть скорее всего прокатить этот мюзикл. Прокатить ее по всему миру. И сделать ее знаменитой. Потому что у нее было что? Lead. Рол. Главная. Lead. Лидирующая. Главная. Lead. Рол. Главная роль. Видите? Легко. Рол. Роль. Так же самое переводится. The lead role. In a musical. Главная роль в мюзикле. That was going to take her all over the world. Которая. That. То есть речь идет о том, что вот эта роль, этот мюзикл, который Was going to take her, собирался взять ее, прокатить ее all over. All over. All. Это по всему. All over the world. По всему миру. То есть фраза all over the world означает по всему миру. Вы можете себе прямо отдельно ее выписать и будете уже ее использовать при необходимости. But she gave it all up because she loved him. But. Но. She gave it all up. Вот эта фраза gave it all up означает оставила, бросила. Because. Потому что. She loved him. Она любила его. Видим глагол love. Любить. Окончание иди. Прошедшая форма. She loved him. Она любила его. And. She didn't want. И она. Видим. Did not. Значит прошедшее время. Глагол будет стоять в прошлом. Did not want. Didn't want. Не хотела. Тогда не хотела. Поэтому did. Not. Потому что не. Want. Хотеть. Did not want. To be. Она не хотела быть away. Далеко. From him. От него. То есть она не хотела уезжать. Кататься по всему миру. С этим мюзиклом. Для того чтобы оставлять своего любимого Бена. И вот таким образом она пожертвовала своей карьерой. К сожалению он ее не оценил и оставил. Ведущим. Устанин. Он ее не оценил. В полчаса. В целом. 10 years she never really loved anyone else because she never wanted to be heard again she was never afraid of anything because there was nothing left to lose until today translate in the end в конце концов вот такая фраза мы и очень часто тоже используем в нашей речи когда что-то говорим например там подчеркиваем какой-то результат и мы говорим в конце концов и так in the end he left her он оставил ее anyway все же то есть anyway это все же в конце концов он все же оставил ее in the end he left her anyway there were other boyfriends были другие парни but но for the last 10 years на протяжении последних 10 лет for the last 10 years she never really loved anyone she never она никогда really по-настоящему loved не влюблялась anyone else ни в кого because she never wanted to be heard again потому что because she never она никогда wanted не хотела to be heard быть раненой again снова то есть чтобы не было плохо чтобы ей что-то опять навредила she never wanted to be heard again she was never afraid она was never видим уже здесь у вас ведется речь о прошедшем времени she was never afraid она никогда не боялась of anything ничего итак как мы переведем эту фразу потому что нечего было уже терять was nothing нечего lose терять nothing left to lose потому что ничего не осталось чтобы потерять да то есть мы скажем ближе нам так потому что нечего было терять но здесь говорится because there was nothing left to lose потому что уже не оставалось ничего чтобы потерять то есть ничего драгоценного уже для нее не было until today до сегодняшнего дня today сегодня сегодня сегодняшний день now after the crash things were different Vanessa wanted to leave she wanted to change why didn't she listen to her minder why didn't they go to the police before now it was too late why did she never listen she went inside and ordered a cup of coffee translate now сейчас after the crash после аварии things were different вещи были different изменены все изменилось можем так сказать да things were different почему were потому что мы видим что things множественное число one thing two things three things итак здесь несколько вещей things were вещи были different Vanessa wanted to live Vanessa хотела wanted потому что хотела не хочет а хотела в прошедшем времени Vanessa wanted Vanessa хотела to live жить she wanted она хотела to change измениться why didn't she listen to her minder why didn't видим сокращение от did not why didn't she listen почему она не послушала to her minder to her minder to her minder видим did not listen то есть not listen это не слушать а did это прошедшее время не слушала she didn't listen why didn't she listen to her minder почему у нас did not стоит здесь скажем на второй позиции после главного слова вопросительного why почему потому что в вопросе did всегда выносится на первое место перед глаголом глагол listen а перед ним did not тут отрицание why это генеральное слово главное да наш лидер итак why didn't she listen to her minder почему она не слушала харминду why didn't they go to the police before why почему didn't they опять же видим did not только тут уже they они почему они не что go не пошли to the police before в полицию до этого то есть раньше ранее before до этого либо ранее now it was too late сейчас было поздно too late это уже поздно why did she never listen why почему did she never listen listen слушать а тут опять же did she never никогда не слушает почему она никогда не слушает she went inside она вошла внутрь глагол go это входить идти ехать и так далее то есть все что с движением да у нас а вот went это вторая форма глагола go прошедшая форма а так как она уже вошла это уже у нас событие состоялось и так мы используем вторую форму she went она вошла inside внутрь and ordered и заказала a cup of coffee чашку кофе the person behind the bar was reading a newspaper Vanessa saw the date 22nd of December they only left Galway yesterday it seemed a lot longer there was a small television on the wall over the bar the news was on translate the person behind the bar person это человек persona легко запомни да person persona the person человек behind позади то есть за стойкой the bar за баром was reading наше любимое с вами время was и инговое окончание глагола was reading потому что что он делал в тот момент да это было прошлое тогда она зашла это тот же момент у нас ушел прошлое время но он что делал reading читал то есть was reading он тогда но был в процессе чтения чего a newspaper газету у нас газеты это news это новости а вот paper это бумага а newspaper означает газета Vanessa saw the date Vanessa посмотрела на дату twenty second of December off не пишется но произносится twenty second 22 декабря they only left они только оставили Galway аэропорт помним да под названием Galway yesterday вчера they only left Galway yesterday они только оставили Galway вчера it seemed a lot longer но это выглядело очень как уже очень давно lot longer давно долго давно it seemed это выглядело как уже давно there was a small television on the wall there там was был a small маленький телевизион телевизор on the wall на стене wall это стена wall о wall wall так вот здесь дословно there was там был a small телевизион маленький телевизор on the wall на стене over the bar над баром the news was on новости были там то есть в этом телевизоре были новости a body was found in the car park of Galway airport island in the early hours of this morning 33 year old Colin of Laherty manager of a car hire at Galway airport was shot in the chest the police believed the killing was related to drug trafficking translate это по телевизору идут новости и ведущий говорит a body тело was found было найдено in the car park на парковке in the car park car park это парковка of Galway airport на парковке почему of потому что парковка принадлежит аэропорту Galway of Galway airport поэтому у нас car park of Galway airport на парковке аэропорта Galway в island Ирландии in the early hours в раннее время of this morning этого утра то есть скажем так в раннем утром in the early hours в ранние часы of this morning этого утра почему опять же of потому что принадлежность у нас часы принадлежат этому периоду времени этому утру поэтому hours of this morning итак early hours в ранние часы то есть рано of this morning этим утром 33 year old calling of Laherty 33 year old 33-летний calling of Laherty manager manager of a car hire a car hire аренда автомобилей то есть служба по аренде автомобилей менеджер службы по аренде автомобилей at Galway airport в аэропорту Galway was shot in the chest был застрелен in the chest в грудь the police believe полиция верит the killing убийство и вот видим здесь закон герундии глагол to kill убивать а как только мы ставим инговое окончание killing получаем из глагола из что делать что-то конкретное существительное killing убийство the killing was related было связано the killing was related убийство было связано to drag trafficking из-за незаконного оборота вот traffic что-то связано с потоком то есть поток машин например на трассе так вот trafficking в данном случае drug это наркотики drug trafficking это оборот наркотиков итак the police believe the killing was related to drug trafficking it's terrible isn't it said the barman passing Vanessa her glass of water Vanessa realized that she was staring at the television her face was white her mouth open it's in the newspapers look he passed her the newspaper translate it's terrible isn't it видим здесь прямая речь говорит кто-то из героев но в данном случае бармен it's terrible это ужасно isn't it isn't it не так ли it is not и наоборот мы в вопрос задаем isn't it не так ли it's terrible isn't it это ужасно не так ли said сказал the barman бармен passing передавая вот глагол to pass мы очень часто в футболе в любом спорте где касаются руки мяча либо ноги мы знаем такую как команду пас дай мне пас так вот пас оттуда и идет с английского языка это передавать так вот passing передавая опять же инговое окончание он был в действии передавая Vanessa her glass of water Vanessa ее glass стакан of water воды Vanessa realized that she was staring at the television vanessa vanessa realized поняла то есть она вот поняла что она в этот момент что она делала that she то что она вот that she was то что она была steering как бы steering это смотрела но больше как таращилась то есть она завтыкала да вот скажем так по молодежному vanessa realized vanessa поняла that she was то что она was steering завтыкала at the television в телевизор her face was white ее лицо было белым побелело her mouth open ее рот открыт it's in the newspapers look это в газетах it is it's in the in в the в конкретных newspapers газетах потому что s в конце newspaper это будет одна газета newspapers это уже пачка газет look взгляни he passed her the newspaper он passed передал her ей the newspaper газету видим здесь да вот newspapers а здесь newspaper очень все просто family men killed in drugs shooting said the headline in the center of the page there was a photo of Colin of Laherty on holiday with his three-year-old son they were obviously on a boat and Colin was holding a very big fish they looked so happy translate family man семьянин очень легко запомнить family семья man человек family man это семьянин killed убит in drugs shooting в наркоперестрелке shooting это перестрелка глагол shoot стрелять а вот опять же инговое окончание из глагола делает существительное drugs shooting в наркоперестрелке set the headline говорила то есть говорилось да в данном случае говорила что такое headline это заголовок head голова line это строка headline скажем главная строка заголовок по-нашему in the center of the page в центре центр легко запомнить центр in the center of the page в центре страницы page страница page number one страница номер один there was там было a photo фото очень легко запомнить photo of Colin of Leherty принадлежало кому of Colin of Leherty photo Colin of Leherty on holiday на выходных with his three-year-old son with his с его трехлетним three-year-old трехлетний сан сын they were они были were потому что they потому что уже больше чем один если бы был один человек был бы he was он был she was она была а так как they мы понимаем что это они они это больше чем один поэтому у нас were это брат was используется тогда когда у нас множество на число they were они были obviously очевидно on a boat на boat это лодка and Colin was holding и Colin was holding видим инговое окончание и was наше любимое время вы видите друзья мои как часто это время здесь у нас вообще в английском языке встречается то есть это вот это продолжительное время но в прошедшей форме то есть это прошедшее но продолжительное назовем его так прошедшее но продолжительное текущее в тот момент в том прошедшем нашем событии так вот was и плюс глагол с инговым окончанием любой глагол поставите и вы получите факт то есть в тот момент было такое-то действие он делал то-то либо она делала то-то она пила она ела она готовила то есть когда я пришел она готовила то есть это вот как раз об этом случае was cooking when I came she was cooking когда я пришел она готовила и вот was holding и так колин что держал глагол hold held hold это вторая форма holding глагол держать он держал a very big fish очень большую рыбу very big очень большая fish рыба they looked so happy они выглядели look смотреть либо выглядеть looked прошедшая форма looked so happy они выглядели такими вот это so это всегда это преувеличение такими happy счастливыми they looked so happy vanessa felt sick she looked back at the television a young woman was crying at the bottom of the screen vanessa read mrs moira of fleherty mr of fleherty's wife vanessa felt sick vanessa глагол feel felt вторая форма прошедшее время почувствовала себя плохо sick это болезнь felt sick почувствовать какое-то недомогание ей стало немного не по себе she looked back она вернула свой взгляд посмотрела at the television на телевизор a young woman a young молодая woman женщина was crying плакала опять же видим наши was и глагол с инговым окончанием то есть она в тот момент что делала плакала да это было тогда когда ее снимали репортеры это уже наше недалекое прошлое но она была в процессе was crying она плакала at the bottom of the screen итак bottom это вообще дно bottom of the bottle это дно бутылки bottom of the ocean это будет дно океана bottom of the sea это будет дно моря в данном контексте его установили с таким смыслом что внизу screen это экран внизу экрана at the bottom of the screen внизу экрана ванесса рид ванесса читает миссис мойра оф лэгерти миссис мойра оф лэгерти мистер оф лэгерти с вайф жена мистера оф лэгерти видим здесь с через запятую через апостров означает о том что кто-то кому-то является кем-то то есть кто-то кому-то принадлежит либо принадлежал в данном случае так как она еще есть его жена хоть она уже несчастная вдова но она в статусе его жены они в браке поэтому мистер оф лэгерти с вайф жена мистера оф лэгерти if anyone knows anything anything at all please for my little boy please contact the police her voice sounded more and more desperate Vanessa felt like the woman was talking directly to her translate и вот так в слезах она говорит if anyone если кто-нибудь knows знает видим здесь у глагола know окончание s что это означает это обычное настоящее время вот простое if anyone knows если кто-нибудь знает то есть не прошедшее время знал либо будет знать а вот сейчас если кто-нибудь знает if anyone knows anything что-нибудь anything at all хотя бы что-нибудь please пожалуйста for my little boy для моего маленького мальчика please пожалуйста contact the police позвоните в полицию соединитесь с полицейскими вот здесь вот это for my little boy в данном случае можно даже сказать так вот ради моего маленького сына маленького мальчика please for my little boy please contact the police her voice ее голос sounded звучал sound это звук и так же самое мы можем его использовать как глагол to sound звучать а так как здесь прошедшее время окончание иди ставит его в прошлую форму sounded her voice sounded ее голос звучал more and more desperate более и более отчаянным вот это desperate это отчаянный Vanessa felt like the woman Vanessa felt почувствовала глагол to feel чувствовать felt прошедшая его форма Vanessa felt Vanessa почувствовала like как the woman женщина was talking опять видим was и инговое окончание говорила directly прямо to her ей то есть через телевизор у нее такое ощущение было что вот настолько она страдала и кричала эту фразу что позвоните в полицию если у вас есть какая-то информация и вот прям Vanessa смотрела помним залипла вот этот экран да и вот такое ощущение у нее сложилось что как будто женщина прямо ей говорит Vanessa felt like the woman was talking directly to her anything at all please anything at all опять же она говорит все что знаете да все что вы знаете вот ровно все all все что вы знаете please пожалуйста продолжает эта жена Vanessa could not hear anymore she ran from the bar still holding the newspaper in her left hand translate Vanessa еще раз да вот все что вы знаете пожалуйста вот расскажите полиции Vanessa could not hear anymore Vanessa не могла couldn't hear не могла слушать anymore больше то есть она уже не вытерпела не могла она слушать эти новости смотреть на эту несчастную девушку she ran она выбежала from is the bar бара still holding держа still это как бы оставаться да вот все еще оставалось у нее что newspaper газета и так вот still holding все еще держа the newspaper газету in her left hand в ее левой руке итак друзья я вам сейчас полностью прочитаю эту главу для проработки вашего слуха аудирования chapter 5 the road to london they drove the rest of the journey in silence three hours later when they stopped to get patrol they were still nervous i need to get some air vanessa said getting out of the car are you coming too shauna shauna shook her head vanessa didn't want to go anyway by herself she turned to haminder what about you she asked i want to leave as soon i've filled the car up with petrol said haminder vanessa felt stupid for being so nervous but she couldn't stop herself in the toilet she looked at herself in the mirror and laughed she looked terrible without makeup she looked older than 35 but she was alive when ben left her for her best friend she was only 25 with the lead role in a musical that was going to take her all over the world but she gave it all up because she loved him and she didn't want to be away from him in the end he left her anyway there were other boyfriends but for the last 10 years she never really loved anyone else because she never wanted to be heard again she was never afraid of anything because there was nothing left to lose until today now after the crash things were different Vanessa wanted to live she wanted to change why didn't she listen to Haminda why didn't they go to the police before now it was too late why did she never listen she went inside and ordered a cup of coffee the person behind the bar was reading a newspaper Vanessa saw the date 22nd of December they only left Galway yesterday it seemed a lot longer there was a small television on the wall over the bar the news was on a body was found in the car park of Galway airport island in the early hours of this morning 33 year old Colin Flaherty manager of car hire at Galway airport was shot in the chest the police believed the killing was related to drug trafficking it's terrible isn't it said the barman passing Vanessa her glass of water Vanessa realized that she was staring at the television her face was white her mouth open it's in the newspapers look he passed her the newspaper family men killed in drugs shooting said the headline in the center of the page there was a photo of Colin of Flaherty on holiday with his three-year-old son they were obviously on a boat and Colin was holding a very big fish they looked so happy Vanessa felt sick she looked back at the television a young woman was crying at the bottom of the screen Vanessa Reed Mrs. Moira of Flaherty Mr. of Flaherty's wife If anyone knows anything anything at all please for my little boy please contact the police Her voice sounded more and more desperate Vanessa felt like the woman was talking directly to her Anything at all please Vanessa couldn't hear anymore she ran from the bar still holding the newspaper in her left hand Итак, друзья, мы с вами прочитали еще одну часть, я надеюсь, у меня получилось детально разобрать каждое словечко, каждое время, мы уже заметили, что вот это was плюс инговое окончание в глаголе очень часто попадается нам в текстах. Друзья, действительно, это прошедшее, но продолжительное время, оно будет часто попадаться вам и в жизни, когда вы хотите констатировать факт, то есть вы зашли и в данный момент кто-то что-то делал, she was cooking when I came, она готовила, когда я пришел, все очень просто, то есть тогда, когда вам необходимо поставить такую вот отчет, да, вот точку в том, что это действие совершалось тогда, вот тут вы и используете вот это продолжительное, но прошедшее, но продолжительное время, когда was плюс глагол с инговым окончанием. Да, друзья, очень часто это нам время встречается, также нам встречаются все глаголы в прошедшем времени, когда имеют формы глагола go, went, gone, do, did, done, become, became, become, dig, dug, dug, копать, копать, закапывать, feel, felt, felt, чувствовать. Друзья мои, все эти глаголы, желательно, чтобы я вам в этих видео всегда их выделяю внизу под текстом. Желательно, чтобы вы, каждый из вас вели записи. Просто создайте табличку тех глаголов, которые вот постоянно нам здесь встречаются. Их порядка 400 в английском языке. В принципе, не так уж и много. Наверное, я сейчас больше слов произнес, пока делал эту прекрасную речь в ваш адрес. Друзья, но из этих даже 400 неправильных глаголов вам будет больше всего встречаться и вы будете оперировать порядка 80-100 неправильными глаголами. Поэтому ничего. Как говорится, у страха глаза велики, но ничего страшного. Читая тексты, вы будете их постоянно встречать. И ваш мозг хочет или не хочет, он это запомнит. Наша природа человека так устроена. Когда мы, наверное, не один десяток раз встретим ту или иную информацию визуально, либо благодаря слуху. А здесь в наших уроках работает как и визуальная память, зрительная, так и слуховая память, так и наше эмоциональное какое-то состояние. Благодаря тому, что я пытаюсь как-то эмоционально передать свое настроение в обучении вас. Поэтому, друзья мои, я думаю, никакой сложности со временем у вас это не будет составлять. Потому что чем чаще вы будете заниматься, чем больше вы будете читать книг со мной, будете, возможно, уже смотреть какие-то короткие передачи аудио в YouTube, видео, аудио. И, конечно же, когда со временем вы перейдете к просматриванию фильмов художественных на английском языке, вы будете это встречать все чаще и чаще и будете узнавать. А чем чаще будете встречать и узнавать, вы будете, естественно, уже этим и пользоваться. Потому что наша цель, как я всегда подчеркиваю, говорить на английском языке. Сначала банально, на бытовом уровне. Нам нужно поехать куда-то, нам нужно купить что-то, нам нужно узнать какую-то информацию, что где находится, добраться в какой-то магазин, поменять деньги и так далее. То есть в этих текстах мы будем встречать вот эти банальные повседневные диалоги. И, естественно, все эти глаголы будут нам здесь и встречаться. Поэтому, друзья мои, не парьтесь, вы все это запомните на автомате. Все это у вас заложится под корку вашего головного мозга. Друзья мои, спасибо за то, что остаетесь со мной. Нас, кстати, уже на канале 4077 человек. Вот после сегодняшнего обновления утреннего я посмотрел, да, рубеж канала уже перешел за 4000. Вы пишите мне прекрасные комментарии. Иногда эти комментарии бывают очень большими. Я просто с удовольствием читаю их. Люди пишут эти комментарии, наверное, также с открытой душой, потому что такой текст, сесть и набрать в телефоне, наверное, человека подталкивают его эмоции. Друзья, спасибо большое. Я все это чувствую на себе. Ваше тепло, ваши отзывы, ваши пожелания. Ну что, как всегда, хочу пожелать вам Be happy, be clever, be brave. See you soon, see you tomorrow, see you next time. Bye-bye, guys.